Привет, Гудгейм! Мы с вами на Континентальной Лиге и берем интервью у ребят из Торнадо Рокс. Давайте вы для начала представитесь и расскажите немного о себе, о своих ролях и о ваших предпочтениях в плане героев и тому подобное. Привет всем, меня зовут Валентин. В игре я Никсар. Мы сегодня здесь с Раксу, игрок поддержки. Я стрелок в команде Торнадо Рокс. Играем, пытаемся выиграть. Когда выиграем, когда проигрываем, тренируемся, все такое. Ну то, так как уже Никсар сказал, я Раксу. Меня зовут Оскар. Я играл Юна на поддержке. Я пытаюсь спасать Никсара, чтобы он расстрелил всех. Насколько я понимаю, ты польский игрок и не так давно начал осваивать русский язык с помощью ребят. Расскажи, как вообще вы преодолеваете языковой барьер и бывают ли какие-то казусы или сложности с этим? Ну, когда я начал играть в команде Торнадо Рокс, еще там было Рокс Киз, я ничего не понимал на русском, ничего не говорил на русском и вообще не понимал ничего, что они говорили. Ну там мы раньше играли тоже, было четыре русских игроков и я Поляк. Ну и было так, что они иногда говорили на русском. Ну я не понимал, ну так после месяца, после двух месяцев я так уже понимал больше, чем половину. Ну я просто посмотрел, что это слово похоже, я так как бы привыкл к русскому. И ну после года я запоминал слово. Я просто смотрел, о, это как на полском. Это запомнил, это запомнил. Ну и, ну, раньше коммуникация в нашей команде, она была на английском, всегда. Ну потому что я не русский, ну и заменено было на английском. Ну в последнем сезоне мы решили, что можно попытащи, коммуникацию сделать на русском. Потому что легче, если четыре игроков будет свободно говорить. И например, только у меня будут как бы проблемы, чтобы что-то сказать. Чем, чтобы четыре игроков думало, как это сказать на английском. Ну и я подумал, что это хорошая идея, что я попытаю себя говорить на русском. И ну, сначала было немного сложно, но после того, что так месяца я привыкл, ну и есть лучше и лучше. Оскар говорит, что это было довольно-таки нетрудно ему выучить русский язык. Были сначала проблемы, а так, да, намного легче играть на русском языке в пять человек, а не в четыре. Спасибо. Много матных слов узнал от своих тиммейтов. Ну, я думаю, что это слово, это было первое слово, которое я выучился, но это всегда так есть. Просто играешь с кем-то, даже не надо играть, просто познакомишься с кем-то. И первое слово, которое они хотят себе учить, это такое неприятно. Понятно. Вы здесь уже находитесь не первый день. Я так понимаю, что вы здесь были и на репетициях, и открытия. Как вам вообще организация этого шоу, и особенно, как оно вам в сравнении с предыдущими финалами? Ну, можно отдать должное Red Games. С каждым годом организация турниров и вообще мероприятий, все, что связано с Лигой Легенд, и с какими-то событиями проходит все лучше и лучше. Поэтому сегодня тому доказательство, вчера тоже, что все супер. С каждым годом все лучше. Вот так. Ну да, я согласен с Никсаром. Я думаю, что этот турнир, на котором мы сейчас, он самый профессиональный. Все было отлично просто. Ну и даже нет сказать, что могло бы быть лучше для нас здесь. Все просто хорошо. Вам было сложно сидеть на сцене перед такой огромной аудиторией? Не нервничали ли вы, что на вас смотрит так много глаз? Мандраж всегда есть перед каждой игрой, на самом деле. Против слабых команд, против сильных команд. Но когда уже выходишь, садишься за комп, вокруг сколько народу, неважно. Главное, ты погружаешься уже в свой монитор, с своей командой в бойсе разговариваешь, и это уже уходит на второй план. Когда ты реально хочешь выиграть, это уже неважно, сколько вокруг тебя людей. Для кого-то важно, да, потому что на кого-то это реально может заaffectить. Но я не думаю, что на нас это повлияло, этот фактор. Поэтому вот. Ну, у меня, например, очень часто есть стресс, но он не из-за того, что люди смотрят, только из-за того, что я хочу отлично сыграть, я хочу сделать ошибки. И даже когда я сижу дома, то я тоже у меня есть стресс. И просто, ну, есть стресс, так как и здесь. Ну, он просто есть, но, как Никсар сказал, просто, когда начинаем игру, он просто, проходи, и можно просто играть. Вам вчера пришлось сыграть с финалистами прошлой континентальной лиги. Насколько я знаю, они вас выбрали в качестве оппонентов. Если бы у вас была возможность выбрать другого, кого бы вы выбрали? Ну, смысл выбирать, если мы хотим выиграть, да? Поэтому тут неважно было. Мы бы выбрали, ну, допустим, Нави. Я бы выбрал в Вегу. Вегу. Ну, мы бы в Вегу тогда выбрали. Мы с ними играли очень много, и нам комфортно против них было играть достаточно. То есть вот так, а так, ничего, нужно приезжать и побеждать. Но у нас не получилось в этот раз. Ну, я думаю, у вас еще будет возможность отвоевать у них. Все. Да. У вас была какая-то задумка на игра? Во второй игре, например, было очень странно увидеть Тристана, но, насколько я поняла, это был какой-то план у вас на нее. Расскажите. Ну, мы пытались наиграть с Раксу какие-то связки на бот-лейне. И комфортно для нас, если ориентироваться на чужую бот-лейню и против, допустим, Джина, мы наиграли Тристана Тарик именно из-за ее прыжка и из-за Тарика Стана. Очень удобно обузить немобильного чемпиона, такого, как Джин или Суппорта его. Ну и с гангами получается очень легко выбивать и суммонеры посредством вот этого прыжка со станом. И вообще 2 на 2 неплохая линия. Поэтому и выкатили, пытались всеми силами. Но, опять же, не пошло. Ну, думаю, что если всегда мы бы знали, чего нам не хватало, то мы бы уже все выигрывали давно. Ну, 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 такие примерные ошибки, то знаю, например, вторая игра. То, за той Тристаной все было нормально, потом они начали нас, ну, поймали нас, да, качать нас. И из-за того, я думаю, мы проиграли вторую игру. Там на самом деле не было так плохо, но из-за того, что мы так много умирали, ну, мы проиграли эту игру. Вы после финалов, я думаю, планируете провести что-то вроде работы над ошибками или все-таки будете какое-то время отдыхать перед новыми тренировками? Ну, я думаю, прежде всего, с командой нам нужно остыть и уже со свежими мыслями обговорить наши дальнейшие планы. Потому что следующий сплит начинается только в январе, поэтому пока вот прям сегодня-завтра что-то решать, о чем-то задумываться, я думаю, не стоит, а уже там спустя, допустим, там, хотя бы неделю уже можно собираться, планы строить или обсуждать все, что произошло и результат, обсуждать именно результат, к которому мы шли весь летний сплит. Ну, это достаточно долгое время для нас, как для игроков. Это как моряком уйти в плавание, на самом деле, потому что ты каждый день думаешь только о игре и только о команде. Ну, это я так думаю. А ты так думаешь? Поэтому, да? Ну, вот, согласен. Ну, а так, да посмотрим, что будет. Пока неизвестно. Еще я хотела бы у вас узнать, устраивает ли вас нынешняя мета? Чемпионы довольно предсказуемые, в плане пикается Аша, Севир, Джин, лес тоже довольно предсказуемый, как и мид. Вас устраивает это или вы хотели бы все-таки какие-то изменения? Может, у вас какие-то предпочтения есть, которых вам не хватает? Я думаю, сейчас на боце стало очень интересно и очень, что мне нравится, это, что, как бы, сейчас лесникам надо быть на боце, потому что с пиками, как Джин, с пиками, как, например, чемпион Аш, ну, после левела 6 и ульт Джин и ульт Аши, они, ну, ну, с ними можно ловить enemy ботом, просто левел 6, Аш ульти и фришная кила есть. И поэтому, ну, меня нравится, что лесник сидит на боце, а не на топе, как в последних патчах. Недавно риоты говорили о том, что они будут делать еще одно крупное обновление, до этого были стрелки, маги, и теперь собираются делать ассасинов. Вы, конечно, я понимаю, не играете на миде, но наверняка на вас это тоже как-то повлияет. Как думаете, это будет хорошее патч или все-таки они опять сделают имбалансных героев, и вам придется ждать реворков и всего такого? Ну, как обычно, получается, вот с моей стороны, как АДшника, вот что-то ревоты меняют. Поначалу это, я должен от этого убегать как можно быстрее, дальше, и что бы ни случилось, не оборачиваться, потому что АДшники, вот со всеми реворками, что происходили в последнее время, АДшники, АДшников очень любили, очень ватными делать, против там магов, допустим, топеров, или, допустим, как гампланка переделали, он дает ульту или там одну бочку, все, как бы АДшника нет, но поэтому, не знаю, ассасины, но на них тоже контра есть, на все контра есть, поэтому надо смотреть будет, что да как. Я очень надеюсь, что АДшники будут полезными, как сейчас они есть, хотя бы вот, ну, Джин, Аша, они полезные, реально полезные, Севир тоже. Я очень надеюсь, что АДшники и дальше будут со всеми патчами полезными, это очень важно. Снова какой вопрос был? Скажи да. Да, я согласен с ним все равно. Не, ну, можно спросить еще раз. Как патч, как Ассасина? Ну, мне можно сказать все равно, я так и так привык, но саппортом и так надо, у саппорта, как и у стрелка, очень часто, чтобы позиционинг был хороший, и, ну, не всегда, когда, например, на брауме играют, а там могу идти вперед, и чтобы плевать было, но сейчас тоже на саппортах такое герои, как Барт, как Карма, как Нами, которые можно легко убить, и, ну, это было бы неприятно, если снова Ассасины было бы очень сильно. И по поводу еще внутриигрового, вопрос такой, вышел герой-клиент, я не знаю, играли вы на нем или нет, наверное, у вас, скорее всего, не было времени, чтобы хорошо посмотреть и пощупать этого героя, но наверняка вы уже сделали какие-то выводы и, может быть, даже придумали интересные стратегии с ним. Нет. Да, мы не пробовали все. Да, я тоже не пробовал, я не знаю, что он делает, нет, ничего не знаю, я бы не знаю. Ясно. Ну, думаю, вы еще с ним познакомитесь. Почему? Потому что он опасно выглядит. И почему ты так решил? Из-за того, что у него есть курица? Потому что я одешник. Ясно. Одешники, значит, всего боятся, да? Нет. Почти всего, что может тебя ваншотнуть.